привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня я готовлю свиные ребрышки я уже пару раз экспериментировал искал самый лучший классный рецепт ребрышек и вот последний раз такие были обалденные все ели так хвалили и поэтому сейчас я с большим удовольствием повторю этот рецепт и покажу как вкусно быстро и просто приготовить обалденные самые лучшие в мире ребра у меня супер лента реберная посмотрите какая классная свежайшая домашняя свинка вот такая хорошенькая и сейчас я ее предварительно слегка замариную чтобы потом все было очень вкусно самое первое вот здесь есть на ребрышках тонкая пленочка ее нужно поддеть и она потом легко и красиво снимается благодаря этому ребрышки раскрываются для ароматов для термообработки и получается намного мягче жирненькие скользкие поэтому ребра будут вкусными но конечно не так легко снимать эту пленочку вот главное начать и потом она побежала 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 красота а здесь и здесь есть немножко пленочки красивейшие реберные ленты я их порежу по длине противня очень красиво ароматная смесь из пряностей зерна кориандра семена фенхеля черный перчик мускатный орех орешек я тру на терочке майоранчик и немного хорошего каенского перца он очень острый у него аромат такой приятный и вкус достаточно остренький вот столько класс ой как хорошо пахнет так хорошо отлежает семена фенхеля все это дело обычная крупная соль мускатный орех мускатный орех мускатный орех мускатный орех мусор мускатный орех мускатный орех сейчас вы это все увидите. Вот так хорошенечко втираю пряности в мяско, массирую его руками. Чтобы свиным ребрышкам было комфортно мариноваться, я их укладываю в кастрюльку, а не в целлофановый кулек, так они будут дышать воздухом и хорошенечко пропитываться ароматами пряностей. свиные ребрышки оставляю мариноваться до завтра. Ребрышки я пока укладываю жирной стороной вниз на противень. Еще вот так слегка переверну, чтобы они напитались маточкой. Духовка у меня разогрета до температуры 180 градусов и теперь оставлю ребрышки, чтобы они начали прогреваться. Переворачиваю ребрышки на другую сторону. Ребрышки уже готовы и теперь последний штрак. штрих я их слегка посыпаю вот так рубленым чесночком, чтобы он отдал аромат. Еще чуть-чуть, буквально 2-3 минутки и снимаю. Готово. Ребрышки аппетитные, сочные, а мягкие. И сальцо. Это настолько вкусно. Это как шашлык. Даже лучше дома в духовке приготовить вот такие ребрышки. Мягкие, классные, обалденные и очень просто. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные лайки. Ммм, вкуснятина. Подписывайтесь на мой канал и помните, кухня это самое спокойное место и свиные ребра. Поехали. Поехали. Субтитры делал DimaTorzok